Сегодня я бы хотел рассказать те вопросы, осветить те вопросы, правила и криферии отнесения промышленной продукции к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Это было 17 июля 2015 года. А 31 декабря 2015 года вышло распоряжение правительства Российской Федерации, которая предписывала компаниям, работающим по 223-му и 44-му федеральным законам, то есть это госкомпании и компании с государственным участием, дальше весь 2016 год, прошлый у нас, проходил в процессе реализации вот этих вот нормативно-правовых актов. А именно, вот этим постановлением и подзаконными актами, которые существуют в развитии этого распоряжения, которое у вас выведено на экранах, прописан достаточно такой детальный алгоритм осуществления, получения, скажем так, согласования на закупку продукции, произведенной за пределами Российской Федерации. А именно, в случае необходимости госкомпании или компания с госучастием приобретения такой продукции, она направляет соответствующий запрос на согласование в правительственную комиссию по импортозамещению. В правительственную комиссию по импортозамещению по гражданской продукции возглавляется Дворковичем, и в нее входят практически все руководители министерств, то есть министры нашего, так сказать, правительства, нашего кабинета министров. Понятное дело, что министры сами непосредственно не обладают достаточной информации для того, чтобы принимать решение и давать какое-то заключение по тому, есть аналоги этой продукции, запрашиваемой продукции на производительную территорию осуществляется или их нет. Поэтому правительственная комиссия переадресует эти запросы к профильной министерству, в нашем случае это Минпромторг. Ну а Минпромторг, в свою очередь, создал у себя экспертные комиссии по отнесению продукции, имеющие или не имеющие аналоги, производимые на территории Российской Федерации. В одну из таких комиссий вхожу я, это комиссия по отнесению продукции нефтегазового комплекса, машиностроительной продукции для нефтегазового комплекса, и, соответственно, я весь год принимал участие в работе этой комиссии. Я хочу вам просто рассказать, как этот процесс происходил в режиме реального времени и с чем мы столкнулись, когда получали вот такие вот запросы и давали на них соответствующие экспертные заключения. Прежде всего, надо отметить, что за 2016 год мы по норматуре получили всего 28 запросов, соответственно, было составлено 28 актов заключений о наличии или отсутствии аналогов, произведенных на территории Российской Федерации. Это первое, всего 28. То есть, скажем так, масштабных каких-то объемов и масштабов мы здесь пока не получили. Не получили, но, может быть, это и к лучшему. В принципе, вот этот 2016 год и вот та практика, которую мы осуществляли в течение всего этого года, с моей точки зрения, в общем-то, была такой некой пробой мира. То есть мы отрабатывали технологию, потому что никто не знал, как вообще это все осуществлять. То есть, каким образом оценивать и каким образом принимать решение о том, является ли та или иная продукция аналогом запрашиваемой. Постановление 719, о котором я уже упомянул, значит, оно трактует аналог следующим образом. То есть аналогом считается продукция. Посмотрите на пункт В, видно, я не знаю, видно или не видно. Ну, во-первых, на мониторах, которые стоят на столе, точно видно, на большом, может быть, издалека и не видно. Но я на сеть все сочетаю, что критерием неотнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей однако произведенных в Российской Федерации, является значит, а, либо отсутствие на территории российского производства этой продукции, подтвержденного в порядке основным Минпромторгом с учетом, дальше пошли под пункт требований промышленной продукции, предъявляемой в целях от нее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, согласно приложению. И тут вот коллеги помнят, мы достаточно долго спорили и, так сказать, бились в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы согласовать критерии, которые позволяли бы считать продукцию, произведенной на территорием Российской Федерации. Понятное дело, что здесь были диаметрально противоположные мнения у тех предприятий, которые, зарубежных предприятий, которые локализовались частично или в какой-то степени локализовали свое производство в России и теми предприятиями, которые, так сказать, испокон веку, исторически всегда были и остаются, естественно, российскими. Значит, далее к российской продукции относятся, вот согласно такому постановлению, продукции, произведенные по специальному инвестиционному контракту, там отдельные условия, достаточно крупные инвестиции предполагаются от иностранного инвестора. И в этом случае, если он эти инвестиции на территорию России осуществил, значит, продукция по умолчанию в какой бы степени локализации она не располагала, не отвечала, значит, она считается российской. Ну и если нет, вот, если нет критерий, по которым можно оценить и нет вот этого специального инвестиционного контракта, то тогда, значит, к российской продукции, точнее так, решение о стране происхождения принимается в соответствии с правилами определения, которые, вот, значит, определены Согрозным независимым государством в 2009 году. Значит, в результате, когда мы начали уже практическую работу по вот этим вот, по оценке наличия или отсутствия аналогом, столкнулись с простым вопросом, на который на тот момент не было ответа. Аналог, в чем должна заключаться аналогичность? Значит, либо это аналогичность функциональная, да, ну, я, например, скажу так, кран, шаровый кран производства Олексинского завода тяж-промарматура и шаровый кран Кэмерон. Функциональная это однотипная продукция, то есть, строго говоря, аналогичная, да, вот, ну, или там, допустим, любой, там, регулирующий клапан производства зарубежного производителя и с аналогичными характеристиками регулирующий клапан отечественного производителя. Но приказом Минпромторга в начале 16-го года был утвержден порядок выдачи исключения, вот он приведен, и цитата из него приведена в нижней части слайда, в котором говорится, что помимо функционального соответствия, функционального функциональной взаимозаменяемости, должна быть еще и коммерческая взаимозаменяемость. Значит, как мы оценили для себя в ходе дискуссии на одном из совещаний нашей комиссии, значит, что это подразумевает, коммерческая взаимозаменяемость подразумевает возможность без каких-либо дополнительных усилий и материальных, и физических, и любых других заменить продукцию зарубежного производства на продукцию отечественного. Соответственно, встает вопрос о массогабаритных показателях, о присоединительных размерах, соответственно, исполнении присоединений и так далее и тому подобное. И вот это, безусловно, существенным образом ограничило сферу применения нашей продукции. То есть, если в проекте заложена продукция, изготовленная по стандартам ИСО или ИПИ, в соответствии с требованиями международных стандартов, то, по крайней мере, например, продукция, изготовленная по ГОСТ, в части присоединений фланцы, изготовленные по ИСО и фланцы, изготовленные по ГОСТ, различаются и с количеством отверстий болтовых, и с диаметром и так далее и тому подобное. То есть, вот здесь получается взаимозаменяемости нет. Я не говорю уже даже о строительных длинах. То есть, если шаровый кран, изготовленный по ИСО, имеет одну строительную длину, то такое же изделие, изготовленное по ГОСТ, имеет другую строительную длину. И, соответственно, просто взять и заменить один шаровый кран на другой, мы не можем. Требуется доработка конструкции. Если говорить про массогабаритные показатели, то, соответственно, если одно изделие весит, словно говоря, полторы тонны, а другое три, это требует существенного пересчета проекта и так далее и тому подобное. Второй момент, о котором мы споткнулись здесь, и вот он на этом слайде тоже выделен желтым маркером, вы обратите внимание, да, это причастие произведенных, которые фигурируют в упомянутом постановлении номер 119. То есть, совершенно, значит, на момент анализа, который мы осуществляем, согласно форме этого причастия, изделие должно уже быть произведено. И, соответственно, никакие, так сказать, постулаты типа «мы можем это сделать» или «у нас есть все необходимое для того, чтобы это изготовить», в общем-то, уже фактически в расчет приниматься не может. То есть, продукция должна уже быть произведена на территории Российской Федерации. Это наложило еще, так сказать, дополнительные ограничения и рамки на процесс подбора аналогов. В результате могу вам сказать, что вот из тех 28 актов, которые были нами составлены по запросам Минпромторга для правительственной комиссии, ни один не получил, и, то есть, ни один не был оформлен с положительным решением. То есть, все были оформлены, что аналоги отсутствуют. По анализ этих актов, этих заключений, он позволил, ну, из 28 выборов, конечно, не очень большая, но вот такую-то закономерность мы для себя вывели. Значит, эти запросы разделили, точнее, продукцию по этих запросам разделили примерно на три неравные части. Первое – это, значит, мы их назвали для себя там запасные части комплектующие. Вот пример, так сказать, формулировки приведен – это там предохранительный клапан маслоделителя водоохлаждающий установки, значит, САВРО. Понятное дело, что никто в России вот именно этот предохранительный клапан вот именно для этой водоохлаждающей установки не производит. Значит, и, ну, аналогичный там, клапан, там, перепускной производства компании Сименс для, там, гидроагрегата производства компании Сименс. Тоже понятно, что кроме Сименса это изделие для его же собственной установки никто не делает. Это, значит, первая группа запросов, которую мы вот так вот обозначили. Вторая группа, мы ее условно назвали – это системный элемент. Вот, к примеру, тоже, значит, приведен формулировки мембранный регулятора давления в системе подачи жарного воздуха, элемент общей системы ФЕСТа, модульный элемент общей системы ФЕСТа. Тоже, в общем-то, искать аналоги, производимые, произведенные на территории Российской Федерации, в общем, оказалось бессмысленно. Ну и третья группа – это прочая арматура, мы ее назвали «прочая». Это просто арматура, которую вы могли бы выпускать на территорию Российской Федерации, но не производится, просто не производится. Вот, как пример, это двухкамерный магистральный канализационный затвор и ДВС с рептоприводом. Таких изделий просто, ну, никто не освоил, никто этим не занимается. С чем, значит, мы сталкиваемся сегодня, когда уже слушаем и читаем, допустим, какие-то… Вот сегодня, кстати говоря, на пленарной конференции, значит, Игорь Николаевич Албин выступая, говорил о том, что у нас в Петербурге государственные, там, муниципальные предприятия, Водоканал, там, ГУПТЭК, Санкт-Петербург и Ленсвет, практически полностью перешли на продукцию отечественного производства. Там, называется, до этого с такими же заявлениями примерно выступала «Транснефть», ну и так далее. Значит, тут мы… Не могу сказать, что непосредственно там касаемо Водоканалы, там, ТЭК в Санкт-Петербурге и Ленсвета, но мы иногда сталкиваемся с тем, что зачастую, так сказать, применяются понятия «российская продукция» и, значит, продукция российского поставщика. То есть вот такая вот небольшая игра слов позволяет, в общем-то, делать такие, скажем так, программные заявления, которые не всегда отвечают тем положениям, которые регламентированы нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Потому как мы знаем примеры, когда российский поставщик, в общем-то, реализует продукцию, ну если не полностью импортного происхождения, но, по крайней мере, так сказать, с минимальной степенью локализации и говорить о том, что вот задача решена и это, так сказать, процессом какого замещения у нас идет полный уход, в данном случае, конечно, бессмысленно говорить. Вторая проблема, с которой тоже вот уже, так сказать, приходилось сталкиваться на практике, это проблема та, что упомянутые распоряжения 2781, оно ограничивает права на приобретение продукции иностранного производства для госкомпаний, компаний с госучастием, их дочерних компаний, и дочерних компаний, дочерних компаний, ну то есть внучек. Да, внучек. Вот. Но никто и нигде не запрещает, не запрещает приобретать и монтировать продукцию зарубежного производства подрядом организации. То есть, строго говоря, если договором право закупки оборудования предоставляется строительно-монтажной компании, то, в принципе, нарушения распоряжения 2781, в общем-то, формально его нет. Вот это, так сказать, вторая проблема. Ну и в ходе обсуждения всех этих вопросов с представителями наших ключевых потребителей, с нефтегазовыми компаниями, с энергетическими компаниями, мы сталкивались, в общем-то, с аргументами, с которыми, на самом деле, трудно спорить достаточно, вот, которые, в частности, определяются тем, что, например, любая замена оборудования, заложенного в проект и утвержденный проекта, оно, любая замена такая, требует пересогласованием проекта. Пересогласование проекта это в какой-то степени, в общем-то, ну, может быть, не 100%, но это новый проект, то есть это новые расчеты, новая, так сказать, оценка, новые заключения и так далее. То есть из-за этого проектировщики требуют денег, ну, что, в принципе, вполне объяснимо. То есть это работа. Кто несет эти затраты, никем не определено. Значит, потребители говорят, ребята, вы хотите, чтобы ваша продукция вставала в место импорта? Ну, платите за это. Мы уже заплатили за то, чтобы разработать и изготовить эту продукцию. Почему мы должны платить еще? Значит, на сегодняшний день, вот, проблема номер три, которую вы на слайде видите, она, в общем-то, никем не решена, и я не знаю, думает ли кто-нибудь над ее решением.